До этого наша семья пыталась провести перезахоронение шесть раз. Это седьмой. И все шесть раз как-то начинались вроде хорошо, продолжались не очень и оканчивались ничем. Ну а теперь, видите, всё получилось. Когда-то, почти 80 лет назад, я хоронил отца. Ну, наша семья. Я очень хорошо помню те похороны, которые происходили в Уральске. Хоронил отца театр Колосовский, который, как ни странно, в то время гастролировал в этом городе. Я всё очень хорошо помню до мелочей. Какой они поставили постамент, это было буквально театральное действие. Высокий постамент, обтянутый красным. Гробовели ступеньки, тоже обтянутые красной тканью. И меня, когда отправили прощаться с отцом, я карабкался по этим ступенькам изо всех сил. Но до карабкался. Теперь я это действие не воспринимаю как похороны или что-то такое особо мрачное. Нет. Это, можно сказать, возвращение на родину. И как будто и не было этих 80 лет. Ну, я думаю, что всё будет в порядке с захоронением здесь. И всё как-то, ну, лоткуется. Наш музей заинтересован в том, чтобы мы увеличивали количество экспонатов, связанных со Дмитром Комбиадулей. На сегодняшний день у нас порядка 200 их косвенных, которые связаны с ним. Более 80, которые непосредственно связаны. И сегодня мы уже получим от Александра те фрагменты и надгробия, и каких-то документов, связанные с данной процедурой, которые тоже пополнят нашу коллекцию, связанную со Дмитром Комбиадулей. В рамках того, что в белорусской хатке проживали, кроме Дмитра Коббиадулей и Максим Богданович, другие известные лица, сейчас у нас после передачи фрагментов плиты родилась идея создать тропинку известных лиц, проживавших в этом доме. И эту тропинку начнёт именно экспонат, связанный со Дмитром Комбиадулей. Поскольку именно он, проживая в этом доме, давал возможность остальным выдающимся и писателям, и другим людям, которые приходили туда, реализовывать свои идеи, участвовать в общественной деятельности, проживать там. Поэтому я так понимаю, что тропинка у нас появится, и она будет проходить по небольшому парку, который находится на территории нашего филиала. Сама поездка, сама транспортировка, перевозка, решение всех вопросов на месте, оно стоило безусловно денег. И большую поддержку этому делу, реализации этого проекта, оказал наш почётный дом в Белоруссии в Лазане Андрей Ножескин, который активно участвует в возвращении национальных культурных ценностей Белоруссии, находящихся за рубежом.